Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Митрофан, Ваше Высокопреосвященство, Насточтимый Владыка Ректор, Ваше Преосвященство, Эксцелленция, дорогие отцы, братья и сестры и все участники десятых международных успенских чтений. Позвольте мне от имени Высокопреосвященного Филарета, Митрополита Минского и Слудского, Патриаршего Экзарха Всеверо-Беларуси, сердечно приветствовать всех вас. Владыка Экзарх благодарит блаженнейшего Петрополита Киевского и всей Украины Владимира за оказанную честь быть приглашенным к участию в этих десятых юбилейных чтениях. И к великому для себя сожалению, Владыка Экзарх не смог быть сегодня среди нас в связи с загруженностью, в связи с большим графиком. Он сейчас находится в Германии, в служебной командировке, но своим сердцем он среди нас и он просил передать всем свое благословение и пожелание творческих успехов и свершений в этих юбилейных десятых международных успехских чтениях. И позвольте мне выполнить миссию, которую возложил на меня Владыка Экзарх, и познакомить всех вас с размышлениями митрополита Филарета, которые Владыка подготовил к этому дню, к этой конференции. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, уважаемые участники и организаторы десятых международных успехских чтений. Подобно тому, как в начале всех начал ввода человеческого стоит крест, так и наши нынешние размышления о сути праздника, как богочеловеческого установления, начинаются со всемирного воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. И это весьма символично не только для десятых успехских чтений, но и для всех десятилетних хроник этого форума. Ведь его история от первых помыслов и дерзновенных намерений до звучного резонанса в мире христианского богословия, его значимость для Матери Церкви и для украинского общества, его воистину братская атмосфера и благородное витийство тематики, все это для того, чтобы крестовоздвижение стало личным образом мысли и деятельным способом жизни современного христианина. По большому счету, достижение именно этой цели было и остается главной миссионерской задачей и основой богословской идеи нашей Церкви. Вот почему поздравление с этим праздником мне хотелось бы сделать эпиграфом последующим размышлениям. В моих руках скромный табель-календарь на 1926 год. Издание, известие, ЦИК, СССР и в ЦИК, тираж 2 миллиона экземпляров, четверть листа на дешевой бумаге. Календарь испещрен карандашными чернильными пометками. Сразу видно, что он был в ходу каждый день, отсчитывая чьи-то будни и праздники. А внизу как раз и напечатано, какие в этом 1926 году были тицируем без указания дат праздники и дни отдыха. Это Новый год, день 9 февраля 1905 года и День памяти Ленина, низвержение самодержавия, День парижской коммуны, День интернационала, Пасха, Вознесение, Троица, Духов день, День празднования Конституции СССР, Преображение, Успение, Дни пролетарской революции и Рождество. Интересная деталь. Для празднования Пасхи, Дни революции и Рождества отводилась по два дня. Всего 14 красных дат, 7 революционно-гражданских и 7 церковно-православных. Четыре года назад мы обсуждали на наших чтениях тему человеческой целостности и встречи культуры. Этот маленький клочок бумаги содержит антитезис всему, о чем мы тогда говорили. Он свидетельствует о клинической форме нарушения целостности общественного сознания, национальной психики и гражданского мировоззрения. Праздновать все это с одинаковым энтузиазмом просто невозможно. Внутренние противоречия разрывают личность человека. И об этом сказано в Евангелии Господа нашего Иисуса Христа. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Все же законы действуют и в обществе. При этом социальная шизофрения не может существовать длительный период времени. Расщепленный ум, а именно так дословно переводится с греческого языка этот психиатрический термин, выбирает какую-то одну систему ценностей, выбирает самостоятельно, либо под принуждением. Вспомним, что в 1926 году уже начиналось сворачивание так называемой новой экономической политики. Конец 20-х, начало 30-х годов это период коллективизации. Зловещий признак грядущего выбора изображен на обороте табель-календаря. Купол со статуей вождя мирового пролетариата, именно тот, который 7 лет спустя увенчал утвержденный макет главного здания страны. Высоцкого дворца Советов на месте храма Христа Спасителя. Выбор был сделан, последствия известны. Из всех оставшихся и вновь учрежденных праздников человеческое лицо сохранили только Новый год и День Победы, который стал нерабочим лишь с 1956 года. Говоря о невозможности служить двум господам, Христос Спаситель уточнил, не можете служить Богу и Мамоне. В сознании образ Мамоны тесно ассоциируется с Золотым Тепцом. История же его в контексте нашей темы весьма показательна. Пока один человек из народа лицом к лицу беседовал с Творцом, народ потребовал от его брата сделать им Бога, который бы шел перед ними. Ибо, как они сказали, с этим человеком, с Моисеем, который вел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И первый первосвященник Аарон сделал им тельца из литого золота. И когда они сказали, вот Бог твой, Израиль, он поставил перед ними жертвенник и провозгласил, говоря, завтра праздник Господа. И был праздник, и были разбитые скрыжали завета, и было решение всемогущего Бога и его слова к Моисею. Воспламенится гнев мой на них и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. В тот час молитва одного человека из народа спасла весь народ. Но когда этот человек воскликнул, обращаясь к соплеменникам, кто Господень, иди ко мне, вокруг него собрались только потомки левия, одного из двенадцати колен, и при том, как полагают, самое малочисленное. А затем по приказу Моисея были уничтожены зачинщики поклонения идолу. По свидетельству Писания около трех тысяч человек учреждения праздников и священных действий, законодательных кодексов и уставов произошло позже и лишь после того, как понятие праздник Господу было очищено от рабского тлена и утверждено в абсолютной достоверности. По сути, формирование народа в национальном, державном, религиозном, этическом и морально-нравственном отношении началось именно с привнесением бескомпромиссной четкости ясности и веры в самые сердца сферы общественных ценностей и приоритетов. И хотя почти никогда в богоизбранном народе не было всенародного единства в соблюдении праздника Господа, уже одно это слово почти оказывает ему высокую честь. Во время таких редких и краткопременных просветлений обрушили стены Иерихона и солнце остановилось над Гавалоном. Из библейской истории и житейной литературы мы почерпаем несчетное число примеров, аргументов и доказательств того, что верное понимание праздника Господу и правильность его совершения становится одновременно и условием и залогом явления чуда. В высоком смысле праздник Господень понимается как взаимное обязательство Бога и верных Ему людей быть вместе и взаимно поддерживать друг друга. Поддержка людей со стороны небес выражается в осуществлении чудес, то есть преодолении физических законов земного мира и каких угодно законов людского сообщества и человеческой природы. Поддержка небес со стороны людей выражается в стремлении укоренить нормы и уставы небесного царства в среде межчеловеческого общения и в миропорядке каждой отдельной личности. И здесь мы неизбежно возвращаемся к известному выводу. Сила противления подобному положению дел и ходу вещей антологически свойственна нашей падшей человеческой природе. Чтобы обозначить ее для более внимательного рассмотрения в контексте наших размышлений о сути богоустановленных праздников, позволю себе рассуждать о двух движениях этой силы. Одного из них определим под общим именем свободные радикалы. «Возложите каждый свой меч на бедро свое и пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждого ближнего своего». Таков был приказ Моисея, которому пришлось прибегнуть к карательным мерам, направленным на соплеменников. Он только что умолил Бога не уничтожать этот жестоковый и буйный народ и теперь сам совершил акт возмездия над теми, кто более всех требовал подмены Бога живого литым тельцом. В химии, физике и сопредельных областях науки применяется такое определение как свободные радикалы. Это такие молекулы или атомы, которые в силу своего строения способны к независимому существованию, нестабильные и короткоживущие. Впрочем, некоторая их часть обладает стабильностью и потому выделена в индивидуальном состоянии. Они парамагнитны и способны быстро вызывать и поддерживать различные реакции. Когда дело касается человеческой биохимии, то провокация и развитие раковых опухолей, старение клеток и угнетение иммунитета это их поле деятельности. В обществе людей также есть типы вполне подходящие под определение свободных радикалов. Независимы потому что не способны к долговременным человеческим отношениям, например, семейным. Парамагнитны потому что их убеждения и мировоззрения начинают быстро перестраиваться в любом идеологическом или псевдорелигиозном поле, имеющем знак, который противоположен общепринятому. Именно они поддерживают всякие социальные выражения, бунты и революции. Они ослабляют социальный иммунитет и представляют раковую опухоль под видом клетки, которая наконец-то достигла бессмертия. Они формируют под это дело новую религию или философию и новый мировой порядок. Большая их часть живет недолго, потому что революция всегда пожирает своих творцов, а относительно стабильные виды начинают править тем, что им достается. Моисей постарался ликвидировать свободных радикалов из среды народа, который был призван стать ополчением Господня. Впоследствии это делал уже сам Господь, поразив во время восстания под руководством Кореи, Дафана и Аверона более 14 тысяч 700 человек, кроме умерших по делу этих вождей, а при Бау-Фегоре 24 тысячи сынов израилевых, которые в вопросах блуда и половых отношений были настроены свободно и радикально. Примечательно, что во всех трех случаях заступничество боговицы и его ближайших родственников предотвращало полное истребление Богом израильского народа и переменяло намерение Творца произвести новый народ от Моисея, который, по слову Писания, был человек кратчайший из всех людей на земле. Но не всегда в человеческих сообществах находятся такие, о недостатке которых с болью говорил Господь через книгу пророка из Икииля. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и став бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. А тогда вступают в действия логически оправданные и предопределенные законы. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову», говорит Господь Бог. В истории человеческого рода действуют закономерности, которые проявляются как материальные алгоритмы вне их содержательного контекста. Выбирает ли человек Бога или Мамонну, семейные ценности или Блуд, Красную Армию или Белую Гвардию, христианские или советские праздники, совершенно ясно то, что об одном он будет усердствовать, а о другом не родить. В результате происходит смена не только вторичных социально-психологических парадигм, но всего уклада жизни его базовых смыслообразующих основах. И тогда пить Божий приходит на землю богоступничество. Пророк Исаия передает слова разгневанного Бога, обращенные к языческим царям. «Ассур жазгрева моего и бич в руке его мое негодование». Так говорит Господь помазаннику своему Киру, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, ради Якова раба моего и Израиля избранного моего. Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Интересно наблюдение историков. Тамерал считал себя избранником небес, призванным наказать развратившиеся народы. Именно поэтому он не стремился разрушать храмы и святилища тех народов, по землям которых проходил огнем и мечом. В таком случае нам становится более понятна и внимательная и благоразумная решимость этого полководца, кстати, не проигравшего за свою жизнь ни одного сражения, которое он проявил 26 августа 1395 года после взятия Яльца во время похода на Москву, бить Божий был остановлен Божьей Матерью и повернут вспять. Этот день вошел в отечественную церковную историю как праздник встретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Тема отдельного исследования сколько раз Пресвятая Дева заступалась за жителей земли, которая была объята ими, объявлена ими Домом Пресвятой Богородицы. Тема исследования еще более актуального системность повторения ошибок и воспроизводства грехов, за которые бич Божий вновь и вновь приходил на нашу землю. Позволю себе назвать главную по моему мнению причину, которая предопределяет эту системность и является вторым движением силы противления синдром гражданской войны. Угнетение и истребление соотечественников и современников гражданская война была и остается самым страшным бедствием для любого народа. Ее исток разделения всякое царство разделившееся само в себе опустеет предупреждает Господь наш Иисус Христос и всякий город или дом разделившийся сам в себе не устоит. Восприятие гражданской войны как вооруженные борьбы классов за власть это лишь один из закономерного сочетания симптомов самый страшный самый радикальный но все же один из немногих. Попробуем определить и другие симптомы этой болезни которые выражаются языком медицины обусловлены общим патогенезом. Борьба за власть порождается как известно социальным неравенством и экономической безысходностью. Над братьями вашими друг над другом не господствуйте жестокостью призывает Господь представители политических и экономических властей придержащих. Все в этой заповеди найдет при желании современный человек и конституционное равенство всех и каждого перед законом и право пользования полезными ископаниями и социальную ответственность бизнеса и основы системы налогообложения. Господство одних соотечественников над другими с жестокостью это вне всякого сомнения форма гражданского противостояния гражданской войны. На повседневном уровне жизни гражданина ничто так не озлобляет как коррупция вышестоящих. Вымогая взятку и ледовая ее люди взаимно ненавидят друг друга, а социальная ненависть подобна радиоактивным изотокам плутония. Она сотни лет накапливается в общественном организме и почти не выводится из него. По закономерности плутоном именовался в Древнем Риме ад и его бог-хранитель. Ненависть требует выхода и тогда алчность среди равных становится своеобразной неосознанной местью за унижение перед вышестоящим взяточникам. Но разве ненависть и месть это не факторы гражданской войны? Чтобы нейтрализовать этот синдром нам дано золотое правило во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так поступайте и вы с ними. Кто из христиан не знает этой основополагающей заповеди Христа Спасителя? Мало кто. А кто способен не то чтобы жить в соответствии с ней каждый день и каждый час но хотя бы попробовать принципиально соблюсти это правило в течение одного дня своей жизни? Полагаю ответ будет тот же. Не могу не назвать в качестве симптома гражданской войны давление криминала на жизнь соотечественников. Это как известно самая настоящая битва за поражение во время которой в ход идут обманы и воровство грабежи и убийства торговля наркотиками людьми интересами страны и народа повседневная схватка насмерть в которой низменная сторона еще смеет навязываться обществу свою примитивную эстетику. Кризис семьи начинается с того, что двое некогда полюбивших друг друга людей не сходятся характерами и начинают борьбу за выживание. Малые дети или престарелые родители как правило не только не уразумляют борцов за личные амбиции, но становятся заложниками в этом затяжном гражданском сражении родных по крови людей. Неужели положение безвыходно? Вовсе нет. Конкретный практический выход указывает святой апостол Павел в своем послании к Колосину. Отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, свернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. И вот здесь момент истины, корень всех противлений, источник внутреннего конфликта личности и средства для его преодоления. Это борьба ветхого и нового человека в сердце человека. Конфликт ветхого и нового человека это гражданская война, образы и подобия Божия с семенем сына противления. В этой войне победитель наследует все, за исключением того, что находится в области милосердия Божия. Может показаться, что мои рассуждения уклонились далеко от темы праздника, как бы богочеловеческого установления. Но это не так. Мы вплотную приблизились к нему, буквально на расстояние одного пробела между заготой и словом в цитированном послании апостола Павла Калосиным, где нет ни эллина, ни идеи, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, ни варвара свободного, но все и во всем Христосом. Эти слова ничто иное, как известные всем определения Святой Христовой Церкви. Это наша Церковь с нашими праздниками и постами, с нашими святыми, нашей историей и нашими покаяниями. Церковные праздники не только определяют богослужебный круг, они создают для человека среду, в которой нет места силе противления, свободным радикалам и синдрому гражданской войны. В этой среде вырабатывается кислород вечности. Здесь человек молится Богу о всех и за вся, и Бог наполняет всех и вся самим собой. При единственном условии покаяния, по сути, каждый церковный праздник становится напоминанием того, к чему человеку есть смысл стремиться. Евангельская история и тексты богослужений, жития святых и примеры всемирных и отечественных исторических хроник направленных на выработку личного строя жизни человека, желающего спасения от рабства греху для жизни вечной. При единственном условии покаянии, а если его нет, или оно формально и неискренне, не только современная пасторская практика, но и уроки истории однозначно подтверждают суровую закономерность. Если покоряние не становится для христианина переменой себя, то можно не сомневаться в том, что грех возьмет над ним верх. Обесценивание морально-нравственных и этических ценностей в церковной среде это катастрофа с ужасающими последствиями, ибо она означает, что в богохранимую цитадель проникла сила противления, в ее среде уже появились свободные радикалы и предчувствие гражданской войны витает в воздухе. Объективная трагедия земной церкви состоит в том, что святость жизни является исключением из правил не только народного, но и церковного бытия. Мы прославляем святых, когда нам это уже ничем не грозит, когда побежденное этими святыми зло в его определенной исторической форме уже повреждено, уже повержено, и мы пожинаем плоды их победы. Но берем ли мы с них пример в борьбе со злом, которая современна нам? Восхищаясь ими, следуем ли мы их образу мыслей и действий, их решимости и отваги, их мужеству и твердости в противостоянии злу сегодняшнего дня? Среди причин русских революций 1917 года особое значение имеет кризис религиозного сознания. Много и подробно говорилось о метаморфозах, мировосприятиях представителей дворянства и чиновничества, о философских и социальных исканиях в среде творческой интеллигенции, о кровавом брожении разночинных масс, но мне не припоминается примеров сколько-нибудь систематических, социально-психологических и богословских исследований, касающихся причин расцерковления к началу XX века самого нашего церковного сообщества, исследований самокритичных, проводимых в лоне самой церкви и преследующих цель не только социально-научную, но и покаянную. Не углубляясь здесь и сейчас в детали этой проблематики, позволю себе поделиться лишь одним историческим наблюдением. Когда мы, христиане, оказываемся способными с евангельской твердостью говорить «да» или «нет», то мы побеждаем. Но если мы чаще произносим «да», «но» или «нет», «но», то неизбежно терпим поражение. И даже самые малые, исторически самые кратковременные поражения земной церкви рождают глубокий кризис личной веры. В бескомпромиссной евангельской перспективе трагизм и острота этого кризиса одинаково страшны во всех случаях. Идет ли речь об одном единственном человеке или об одном миллионе человек. Я не боюсь за церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины, потому что Господь наш Иисус Христос твердо сказал, что врата ада не одолеют ее. Но я опасаюсь за людей, которые составляют земную церковь. И потому мне хотелось бы пожелать всем нам и в первую очередь самому себе, чтобы каждый прожитый нами день был праздником, который доставит радость нашему Богу Христу Спасителю и Его Пречистой Матери и всем подданным Небесного Царства, чтобы Он стал на нас тем, чем предназначен от создания мира ладон от древа жизни, прививкой бессмертия для нашей природы. И так, по слову Боговица, пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими, пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему. Благодарю за внимание. Филарет, митрополит Минский Слудский, патриарш 2010 года Свято-Воспенская Киево-Печерская Лавра.